Как преподавать предмет, когда все постоянно меняется? Что делать, если ребенок ненавидит математику? Как, в конце концов, научить учиться? В этой серии ЯК-2022 вы узнаете, как в Яндексе сделали учебник по информатике, как ML помогает устранить пробелы в знаниях, и почему не стоит делить людей на гуманитариев и технарей. Весь мир стал цифровым, такая диджитал-окружайка. Пойду, позалипаю в соцсетях. Лучше пойти в Яндекс.Учебник и заниматься информатикой. Мы даем тебе навыки и компетенции, которые сейчас востребованы. Как записываться в подкасты? Что такое хорошая презентация? Программирование на питончике. Скепсис, канал образования, конечно, есть. Образовательная система всегда очень консервативна. Вы тут возомнили себя умнее, чем учителя, вы вообще в этом ничего не понимаете? Мы здесь делаем то, что Яндекс силен. Учим индустриальным знаниям изнутри индустрии. Я расстроилась, что я не смогла ответить, почему мы лучше всех. Мы же лучше всех на самом деле. Около миллиона дефицит айтишников на рынке. Миллион человек не хватает. Когда задумываешься о такой цифре, как миллион айтишников, у меня голова сворачивается от воображения, сколько тысяч часов надо подготовить, чтобы каждого из этих человек можно было научить. Это просто колоссально сложная задача. Академия Яндекса — это проект, внутри которого мы учим всех от мала до велика тому, что нужно знать про современное айти. Я бы и сама пошла поучилась. Сейчас в Академию Яндекса входят лицей для восьмых-десятых классов, интенсивы для старшей школы, вузовские программы, школа анализа данных и сезонной школы для менеджеров, программистов и дизайнеров. Яндекс занимается образованием не только потому, что нам нужно воспитать сколько-то айтишников. Участие очень системное и очень глубокое в образовательных проектах — это одно из выражений социальной ответственности Яндекса, того, как мы в целом относимся к обществу и понимаем наш долг перед обществом. И нам очень важно систему развивать на всех уровнях, чтобы поддерживать такой очень высокий интеллектуальный уровень, уровень сложности образования. Если говорить обо всей линейке образовательных продуктов в Яндексе, то все начинается в учебнике, и это технологическая платформа для учеников и их учителей, где автоматизировано и легко учителя могут давать задания, их проверять. Яндекс.Учебник — такая образовательная платформа для детей, где мы учим в первую очередь математики и информатики, и в начальной школе другим предметам. Такие интерактивные задания в интересной форме по темам школьной программы с технологиями Яндекса под капотом, с рекомендательной системой, которая позволяет понимать, где у ребенка проблема и помогать ему достигать той образовательной цели, которую он перед собой поставил. Мне кажется, что нашу фишку можно описать как нулевой зазор. То есть во всех наших образовательных проектах абсолютно к нулю стремится дистанция между реальной практикой индустрией и переходом этого к преподаванию. Всегда нужно учить тому, что актуально. Это не отменяет того, что нужна фундаментальная подготовка в некоторых специальностях. Везде нужна хорошая теоретическая база. Конечно, это так. Но как бы сверху должен быть еще такой слой того, что вот прямо сейчас, вот прямо сегодня важно и нужно. Вот есть учебник обычный. Дальше цикл выхода учебника. Вот как раз там 3-5 лет примерно. Выйти, распечататься, разъехаться во все школы и так далее. Соответственно, учебник, который написан 5 лет назад, он написан исходя из мощности техники, которая была тогда, исходя из технологий, которые были тогда. И дети, которые сейчас открывают учебники и видят там, например, что видео монтировать можно только на компьютере. Смотрят на окружающийся мир, где у них в телефоне заканчивается выкладываться видео, там, условный ТикТок или Дзен. И такие, как бы, нет же. И здесь у нас есть преимущество в том, что, а, мы можем довольно быстро изменять контент. С другой стороны, у нас есть возможность смотреть, как работают наши задания. Мы видим, что у нас задание как-то странно функционирует по данным. Тут же его отправляем, например, методистам. Методисты тут же вносят правку, это в течение буквально одного дня происходит. Это то преимущество, которое есть только в цифре. И это не потому, что что-то было плохо, а просто потому, что вот теперь мы можем делать так, почему бы так не делать. Для Яндекса проще делать такой продукт, чем для какой-то государственной структуры, там, для министерства, например, образования, просвещения. Яндекс, как коммерческая компания с меньшим багажом за плечами, просто быстрее может менять такие штуки. С другой стороны, у Яндекса просто контекста сильно больше. Мы знаем, каким будет цифровой мир через пару лет. Уж я-то все знаю про цифровой мир. Могу, кстати, рассказать на досуге. И когда мы пишем контент сейчас, мы можем двигать его в ту сторону, в которую в итоге все это по нашему пониманию и придет. И то, что мы писали сейчас, через два года будет актуальным. На самом деле в стране культура преподавания математики и информатики довольно высокая. Если посмотреть на какие-нибудь результаты международных олимпиад, в принципе, на спрос на выпускников наших технических специальностей на рынке российском и международном, видно, что он довольно высокий. Это круто. То есть реально у нас хорошо умеют учить. Но эта сила, она в какой-то момент оборачивается и слабостью. Школу учат классно фундаментально, школа в среднем не учит практикоориентированно. Поэтому, мне кажется, важно, что Яндекс работает и со школьниками, начиная с очень раннего их возраста. Потому что вот наша информатика, мы с коллегами шутим, что это такая диджитал-окружайка. Весь мир стал цифровым, значит, мы должны показать, как им лучше всего пользоваться. Может быть, мы не лучше всех умеем учить детей, но мы точно среди тех, кто очень хорошо понимает, как устроен этот цифровой мир. Информатика – это цифровой инструмент, это цифровой навык. Это штука, которой нужно уметь пользоваться, нужно еще знать о ее существовании. И вот наша здесь задача, чтобы ребенок, прошедший наш курс, неважно, он технар считает себя, гуманитарий, это разделение вообще не существующее, на мой скромный взгляд. Неважно, кем он себя считает. Вообще-то цифровой мир – это просто такой набор супертулов, которые помогут тебе более классно быть собой. Это седьмой класс, примерно третий урок, или там четвертый, если не ошибаюсь, с которым сталкивается ребенок, который начинает изучать программирование на питончике. Ты решаешь задачки по программированию с роботом, ты повозил робота по площади, он у тебя там, не знаю, собрал все мячики в корзину, что-нибудь еще. Прикольно, оно все классно санимировано и так далее, не то что в учебнике, потому что картинка нарисована, ты на нее смотришь. Другая штука – это наш конкурс подкастов, который мы делали с музыкой и студией подкастов «Либо-либо». Урок с записью подкастов – это просто реально суперклассная штука, потому что Лика Кремер как бы такая вещает на детей, что такое хороший подкаст, почему этим важно заниматься и так далее. Дальше мы сделали конкурс, и дети сами записали подкаст, сами подобрали к ним какую-то заставку музыку, сами написали короткий сценарий, сделали, смонтировали, почистили звук, прислали нам. И вот семь лучших сейчас есть на музыке, а вообще их было там несколько сотен. Всем привет, меня зовут Маша. Меня зовут Дмитрий Степанов. Первый наш подкаст. Будем тупить. Обязательно. По-другому никак. Я расскажу об интернет-зависимости. Викторианский стиль в архитектуре. Выборе профессии подростков. Присаживайтесь поудобнее и приготовьтесь слушать. Надеюсь, вам понравится. Штука с прекрасным русским названием «траблшутинг и багрепортинг». Это просто реально моя любимая практически вещь. Здесь мы реально учим человека работать с понятной совершенно проблемой. Типа сайт интернет не грузится, поняв на каком уровне ошибка, эту ошибку пролечить. Очень простая штука, но она вызвала супербольшой отклик у детей, потому что все такие, блин, а реально у меня просто иногда не грузится что-то. И я не просто теперь тыкаюсь налево и направо, а я понимаю, ну как бы, как понять проблем в роутере, в браузере, в сертификате, я не знаю, там, или я адрес неправильно набрал. Задача на пересечении множеств. Множество А – это вот такие смайлики. Множество Б – это вот такие смайлики. Пересечение этих множеств. Эмоджи с котиком. Все понятно. Круги эллины. Нет, мы знаем, что такое. Или дело, мы ведь что знаем. Я ничего не понял, что от меня хотят. Рассмотри приведенные числа. Часть из них кратна пяти и не кратна двум. Часть из них кратна и двум, и пяти. Заполни множество. Ну, предположим, что я не накосячу. Та-дам, ответ правильный. Жанка. О, е-е-е, я смог. Какой процессор подойдет для игр и не будет слишком дорогим? Выбор процессора. Это интересно. Честно, научите меня демокализоваться, пожалуйста. Пять часов, если бы как-то хорошо, но много. Intel подходит, AMD подходит. Понятно. Дешево, сердито. Ну, ничего. Самый дорогой. Ответ неверный. Ай-яй-яй. Поэтому нужно вот этот процессор. Отвечаем. Вася заметил загадочную дверь с кодовым замком. Над ней мигала надпись. Сумма всех чисел от 1 до 42. Напиши программу, чтобы Вася открыл дверь. Принт 42 плюс 1. Девятый класс. Кайф. Что-то, что дети решают очень быстро, а взрослые очень сильно тупят. Так, я не понимаю, здесь это ответы или вопросы? Это я читер. Это как Карл Гаус в свое время. Я просто знаю, как суммировать, поэтому я формулу написал. Восстанови секретную программу, которая шифрует текст по результатам двух запусков. Хорошо. Дев, F, A, S. Амбракадабра. Запуск 2. Ввод B, вывод Амбракадабра. Ах, как хорошо я отмазался. Я не умею на питоне. Я не знаю, как решить. Кайф какой. А гуглить можно при этом или нельзя? Оно сломалось. Можете меня отпустить, пожалуйста. Можете. Мы проводили исследования среди наших пользователей. Это в основном ребятки 1-4 класса. Мы у них спрашивали, как им вообще в школе учиться, какие предметы они любят. И мы увидели, что дети приходят в школу с какой-то такой естественной мотивацией. А к третьему классу уже постепенно появляются ребята, которые говорят, я математику не люблю. Оказалось, что чаще всего это связано с тем, что становится где-то сложно. Где-то ребенок что-то не понял. И в какой-то момент ему проще сказать, ну это вообще не мое. Я вообще не математик. Я люблю писать стихи. Хотя в первом классе, в общем, вроде бы все нравилось. Самое важное в образовании – это мотивация. Если обучающийся понимает, зачем ему это надо, то он дальше сам в состоянии решить любые сложности, помочь с пробелами. Если нет мотивации, то первое, что делает обучающийся, когда какая-то сложность – да ну все это к черту, пойду, позалипаю в соцсетях. Если ребята не будут бояться математики, то они будут из школы выходить с каким-то бейзлайном, что в этом нет ничего страшного, и неважно, чем я занимаюсь, я могу в этом разобраться. Технологию, которую мы в этом году как раз запустили, рекомендательную систему, она работает на основе графа навыков. Каждому графу навыков понадобится такая графиня талантов, как я. Мы декомпозировали школьную программу с первого по четвертый класс, и на самом деле сейчас то же самое делаем с информатикой, до уровня конкретных предметных навыков, которые дети должны осваивать. И эти навыки соединили между собой причинно-следственными связями, то есть какой навык от какого зависит, как мы это делали. Есть такая штука – федеральный государственный образовательный стандарт. Это свод требований, где написано, чему дети должны научиться в школе. Например, считать и писать. Мы разбили вот эти большие навыки, например, выполнять сложения, на много-много маленьких. И у нас, соответственно, получилось по предмету, например, по математике, около двух тысяч навыков таких для всей начальной школы, которые еще и соединены, кто от кого зависит. И вот такая вот система у нас называется как раз графом навыков. Это наш сленг внутренний про технологию, на которой потом работает рекомендательная система. И сейчас мы на основе вот этой вот карты знаний можем для ребенка строить его индивидуальную траекторию обучения, чтобы дальше, когда мы по ребенку видим, что он, например, не справился вот с этими задачами на возведение в квадрат, мы не задалбывали его возведением в квадрат, а говорили, чувак, у тебя умножение проседает, сходи, повтори сначала умножение, и тогда все будет хорошо. По сути, как если бы у тебя был суперперсональный репетитор, который вот типа каждый вечер сидит, вычитывает все твои работы и сам понимает, а где у тебя пробелы. Только вот здесь это не человек за тебя делает, а Яндекс.Учебник. Это огромная работа, которую мы делали вместе с Высшей школой экономики, с Институтом развития образования, соответственно, очень много ресурсов на это потратили сил. Там есть достаточно простой ML под капотом и какое-то количество юристик. Ну, по сути, мы здесь делаем то, что Яндекс силен. Мы занимаемся анализом образовательных данных, чтобы на основе вот этого анализа дать какой-то понятный инкремент пользы для обучающегося. Кефсия с каналом образованием, конечно, есть. Учителей так загружено, у них так много работы. Вы тут возомнили себя умнее, чем учителя. Вы вообще в этом ничего не понимаете. То есть была какая-то насторожность. Мы не придумали какую-то свою систему обучения. Мы скорее смотрим на то, как устроена программа, по которой учатся все. Просто мы пытаемся туда каких-то своих фишек привнести, в том числе вот такую декомпозицию. Те дети, чьи учителя использовали нашу систему рекомендаций, у них процент освоенных навыков был примерно на 40% больше, чем у тех ребят, чьи учителя по ней не занимались. Нельзя надеяться, что вот мы сделали классную, актуальную, технологичную, индустриально наполненную знаниями платформу, дали учителю вот весь этот массив знаний и сказали типа «учи». Поэтому мы в том числе делаем курс обучения учителей, в котором мы учителю помогаем за короткое время подтянуть всю эту актуальность, сделать зацепки, что здесь тебя могут спросить про такое, здесь про такое, а здесь почитай эту инфу, просто к уроку распечатай себе такую штуку или просто открой вот этот раздел из нашего курса обучения на уроке и будешь готов отвечать на вопросы детей. Учитель – это суперважная часть, и нам здесь важно подготовить нашего, так сказать, партнера на месте. Если у родителя есть Яндекс Плюс, то есть он в экосистеме Яндекса, все его дети получают доступ к контенту, который есть у нас для родителя. То есть он доступен по семейной подписке Плюса. Ребенок занимается у нас на платформе, и каждую неделю он получает свою собственную индивидуальную подборку прямиком к себе в кабинет. Родителю вообще ничего не нужно делать. Мы ему просто показываем статистику освоения навыков, прогресс ребенка, место ребенка относительно каких-то других детей и просто подсвечиваем, есть какие-то проблемы или нет каких-то проблем. Я хожу на работу каждый день, потому что я, во-первых, вижу результат своей работы. 200 тысяч детей только по информатике обучающихся. Для меня это суперважная штука. Это, по сути, такой небольшой город, состоящий только из детей, которые узнают более классные, более актуальные знания. То есть это не какая-то вещь для небольшого количества супер-замотивированных и так далее. Это вещь, которая реально может принести пользу на каком-то таком институциональном уровне. В смысле, что, in general, принести какой-то результат. То, что мы делаем сейчас в учебнике, мне как раз кажется, что это вклад в то, чтобы через 10 лет дети круче работали с информацией, с данными, с цифрами, были более знакомы вообще в целом с современным миром и чувствовали себя счастливее. А мне кажется, если дети будут счастливее, то и весь наш мир тоже будет, возможно, лучше. Я четыре школы сменил не потому, что что-то не так было со мной, а моя семья искала что-то, что максимально классное и интересное. Я учился в обычной школе, номер 10 в Красногорске, просто в физмат-классе. Я только что в школу интеллектуал. Она называется интеллектуал. И классы-то называются цифрами не 9, а 9-1. Ну, то есть там все немножечко по-другому. Я училась в Смоленской общеобразовательной школе номер 2, неподалеку от дома. Мы как бы переезжали. И я почти каждые 2-3 года менял школу. И все они были обычной школой, без каких-то там специальных прибамосов. Кто у нас непобедим? 10-71. Это школа здоровья, лицей в Бутово. Обычную, среднюю, общеобразовательную города Краснодара. 57-я. Школа номер 3 города Серпухова. Школа училась в Москве в английской спецшколе. Самое важное в образовании – научиться учиться. В образовании самое важное, по-моему, то, чтобы человек смог испытать кайф от того, что он понял. И сделать так, чтобы формальные требования не помешали тебе продолжать получать интерес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...